С добрым утром, уважаемые науэльцы! Начинаем передачи местного телевидения. Сегодня среда, 26 января. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях начальник районного отдела статистики Фирия Карамовна Багаманова. Фирия Карамовна, ваш отдел занимается сбором, обработкой информации предприятий, организаций города, колхозов, совхозов района и также коммерческих структур. По итогам социально-экономического развития для района характерны глубокие изменения в социальной политике, снятие ограничений для роста творческого и высокопроизводительного труда, самостоятельности и инициативы, создание рычагов механизма путем установления жестокой зависимости заработка от трудового вклада. С одной стороны. А с другой стороны, преобразование экономики района с силами, располагающими политическим влиянием лица работников администрации города, общественных и хозяйственных руководителей, усилия которых направлены на трудовую активность в общественном производстве и на защиту нерыдочного сектора экономики тех слоев населения, которые не могут себя защитить в условиях рынка. Масштабы экономического кризиса, как и постоянные изменения в доходах населения, реальная гиперинфляция, падение курса рубля, кредитурская задолженность, характерная для всей страны, лихорадит работу всех предприятий и хозяйств и нашего района. Центральным вопросом в этот кризисный момент в районе в течение всего 1993 года на всех уровнях управления ставился вопрос стабилизации производства промышленности и сельского хозяйства. И нужно заметить, что по итогам анализа работ предприятий и сельского хозяйства приложено много усилий для выхода из кризисного положения и небезрезультатно. Социально-экономическое положение района за 1993 год характеризуется следующими основными показателями. Объем промышленной продукции в сопоставимых ценах 1992 года составил 58 млрд 843 млн рублей, что 91,9% к уровню прошлого года. Производство товаров народного потребления в фактических ценах составил 3 млрд 989 млн рублей, что составляет 98,8% к уровню прошлого года. В том числе продовольственные товары 3 млрд 876 млн рублей, что составляет 99,9% и непродовольственные товары 113 млн, что составляет 104,6% к уровню прошлого года. Производство продукции сельского хозяйства составило по мясу 39,093 центнера, 100% к уровню прошлого года. Не снижено также производство молока. В центнерах составляет 212,903 центнера, это значит 100,7% к уровню прошлого года. Выполнены закупки продуктов сельского хозяйства во всех категориях хозяйств. Скота и птицы в живом весе закуплено 35,556 центнеров, что составляет 109,1%. Молока 18,187 344 центнера, что составляет 112,9% к уровню прошлого года. Зерна 200,969 центнеров, 80% к уровню прошлого года. Шерсти 360 центнеров, 82,9% к уровню прошлого года. За счет всех источников финансирования ввод в действие основных фондов составил в 1993 году 13,5 млрд. Капитальные вложения 17,492,000,000 рублей. Введено жилых домов общей площадью 29,306 квадратных метров. Капитальные вложения жилищного строительства составило 1,687,000,000 рублей. Введены в действие общеобразовательные школы на 1246 мест. Введены в действие детские дошкольные учреждения 280 мест. Капитальное вложение строительства школ составило 672,000,000 рублей. На уровне всех этих преобразований среднемесячная зарплата служащих в промышленности, рабочих и служащих промышленности составляет 93,668 рублей. Это с начала года. В декабре месяце 175,972 рубля. То есть повышение с начала года к уровню прошлого года 8,9 раза. Работников совхозов составляет 29,763 рубля с начала года, а за декабрь месяц 64,296 рублей. С начала года повышение 10,2 раза. В строительных организации составляет заработная плата с начала года среднемесячная заработная плата 84,591 рубль. В декабре месяце она составила 154,633 рубля. С начала года повышение зарплаты к уровню прошлого года 11,6 раза. В коммерческих структурах это, конечно, очень интересно. Повышение совсем маленькое. Среднемесячная заработная плата составляет 65,073 рубля. В декабре месяце 123,640 рубля. Повышение к уровню прошлого года 8 раз. Работников колхозов и совхозов с начала года среднемесячная заработная плата составила 27,467 рубля. А за декабрь месяц 84,125 рубля. Повышение с начала года среднемесячной заработной платы в 9,8 раза. И самая низкая заработная плата у нас в сельском хозяйстве. Объем товарооборота района в сопоставимых ценах 92-го года составил 759,7 миллиона рублей. В том числе по городу 574,2 миллиона рублей. По селу 185,5 миллиона рублей. Также остается доля товарооборота на село очень маленький. Объем реализации платных услуг составил за 1993 год 10,3 миллиона рублей. Что к уровню прошлого года составляет 31,1. В связи с повышением всех цен на платные услуги спроса мало. И поэтому выполнение платных услуг у нас составляет всего к уровню прошлого года 31,1. Уменьшается. В том числе бытовых составляет 6,5 миллиона рублей. К уровню прошлого года составляет 56,9%. Напряженные ситуации в области финансов и денежных обращений характерны и для нашего района. Кредиторская задолженность, характерная по анализу всех кварталов для предприятий и хозяйств района, сказывается негативно на формировании доходов. Но однако по итогам года финансовые результаты промышленных предприятий и хозяйств отличаются ростом прибыли. За 93-й год получены прибыли, включая все отрасли хозяйств района, в сумме 4,9 миллиарда рублей. Продолжают расти взаимные неплатежи между предприятиями. Из-за взаимных неплатежей создается нехватка денежных средств на счетах на выдачу оплаты труда, на оплату срок отгруженную продукцию поставщиками. Предприятия увеличивают задолженности по кредитам в банк бюджет. В частности, задолженность по оплате труда работникам колхозов и совхозов составляет по колхозам 83 миллиона рублей, по совхозам 12 миллионов рублей. Исполнение бюджета города за 93-й год составило по доходам 128,7%, по расходам 126,2%. Дополнительно прилечено в бюджет доходов на сумму 183 миллиона рублей. В течение года формирования дохода бюджета участвует в основном государственный сектор промышленности. Из суммы доходов 9,4 миллиарда рублей доля государственной позже не составляет 0,1%, налог на прибыль 17%, платежи за право пользу недрами и природными ресурсами 11%, налог на добавленную стоимость 24%. Продолжается процесс образования новых форум собственности формирования отдельных рыночных звеньев. За 93-й год зарегистрировано 15 новых хозяйственных структур. Товарищ с индивидуальной частных предприятий. Всего на 1 января 1994 года у нас 48 хозяйственных структур. С начала года, как я уже говорила, произведено продукции промышленными предприятиями района в сопоставимых ценах 1992 года на сумму 58 миллиардов 939,5 миллиона рублей. К уровню прошлого года это составило 90,7%. Здесь большая доля выполнения объема продукции приложена усилиями труда коллективов элеватор, масса сырокомбинат, хлебокомбинат. Больших усилий приложили нефтяники НГДУ, лесхоза, Янаульского завода стройматериалов. Хочется остановиться еще на капитальном строительстве по вложению капитальных вложений. За счет каких организаций строится наш город, увеличивается число наших квартир. Вот в действии жилых домов, как я уже сказала, у нас составил 29 306 квадратных метров за 1993 год. Здесь у нас большую долю в строительстве жилых квартир, жилых домов вносит, конечно же, НГДУ, Краснохолм, нефть. Также у нас строительством жилья занимается большое внимание, уделяет масса сырокомбинат, Агроснаб, РТП, ПМК, баш агрох мехмонтаж, элеватор, введен городсоветский дом на 187 квадратных метров, по уксусу совмена 2774 квадратных метров, отдел культуры 125 квадратных метров, УТТ башня в 417 квадратных метров, совхоз завод 144 квадратных метра. Закончен трудовой год в очень трудных условиях для наших жителей района, но наш район, работники наших промышленных предприятий, сельского хозяйства, несмотря на то, что были трудности, добился хороших результатов к уровню прошлого года и выполнил почти свои прогнозы на 93-й год. Спасибо за внимание. Сегодня мы все поняли, что одними усилиями правоохранительных органов преступность нельзя побороть. На днях глава местной администрации принял постановление о возрождении общественных комиссий, которые вели большую работу по предупреждению преступности, утверждению здорового образа жизни. Вот в объединении агропромхимии общественные комиссии и не прекращали свою работу. И чего же они добились? Давайте поговорим с людьми, которые непосредственно вели эту работу. Микрадзеевич, Вы являетесь председателем противоалкогольной комиссии. Расскажите, пожалуйста, нам, как Вы строите свою работу в этом направлении? Действительно, у нас в нашем коллективе противоалкогольной комиссии имеется это раньше избежали и до сих пор эта комиссия работает. Комиссия это не отдельно работает, а работает совместно с правкомом и Советом трудового коллектива. Каждый раз у нас планы имеются этой комиссии и каждый раз вот этот рассматриваем ход выполнения этого плана. Какие меры принимаются? Противоалкогольная комиссия это сама по себе сама уже говорит о том, что эта комиссия должна работать над очищением нашего коллектива от нежелательных явлений будем говорить. Вот у нас какая работа проделана в 93-м году? У нас работающих в нашем коллективе около 100 человек в среднем 105 110 набирается. Вот из них мы в первую очередь мы стараемся когда принимаем на работу подбирать таких людей которые достойны работают в нашем коллективе. И во вторых у нас имеются свои негативные явления негативные моменты когда некоторые люди любят спиртные напитки и потребляют их в нужном ненужном месте. Иногда появляется на работе остаточным явлением вот для этого у нас специально мы каждый день проверяем наших людей во-первых. Во-вторых у нас экономический рычаг заложен кто работает добросовестно тот получает наиболее максимально заработную плату максимально премиальные в этом плане мы рассматриваем. Далее таких людей которые у нас они порою вот эти люди очень ценные работники но они допускают вот эти плохие поступки из-за этого как бы щернят свою работу поэтому мы стараемся их вылечить вылечить от алкоголизма скажем или чрезмерного употребления будем мягко говоря вот в прошлом году у нас 10 человек вылечены методом методом академика Довженко да кодирование так называемое и вот из них 8 человек у нас остались работают приходят жены родные благодарят нас за это дело со слезами на глазах прямо благодарят за то что их мы сделали людьми они хорошими стали семьянинами и в действительности они хорошие производственники сейчас работают передовики производства я фамилии называть не буду они каждый прекрасно знают и когда вот встречаешься разговариваешь на объектах на производстве они без стеснения они тоже ко мне подходят и говорят спасибо спасибо за то что мы своевременно вот эта комиссия проработала своевременно предупредила и вылечила их и вот в этом году у нас еще три человека намещается четвертый поступил на работу мы уже подозреваем что его тоже надо будет вылечить или что-то поставить его на путь истинный вот три человека два тракториста одного еще одного специалиста вот нам необходимо с ними поработать вот такие вот такую работу проделывает у нас делает у нас эта комиссия я думаю что люди понимают члены нашего коллектива если вот в эту комиссию мы вызываем это мы должны обычно решаем конкретно или мы вы его мы его освобождаем от работы бывает и такие мы в прошлом году 13 человек уволили по соответствующей статье потому потому что они не поддались ни лечению ни уговорам просто они начали нам мешать нашему коллективу работать остальные после этого поняли с остальными вот ведем разного вида работы эффективность любой работы определяется и моральной и материальной отдачей давайте сейчас мы послушаем главного экономиста агропромхимии Фанья Галимовна Чернову Фанья Галимовна а как же насчет экономической отдачи экономическая отдача предприятия напрямую зависит от производственной дисциплины коллектива мы это начали в первую очередь на борьбу с пьянством но борьбу с пьянством мы не только принимали административные меры наказания но мы заинтересовали рабочих материально материально для этого мы изменили положение опримирования если мы давали процентах на заработную плату сейчас мы водителям и трактористам премии выдаем за конечный результат это укрепляет дисциплину потому что водители и трактористы у нас заинтересованы в заработке а заработок зависит у них напрямую от конечного результата два года назад не могли об этом мечтать как уже весь район знает что мы в числе отсталых значит мы мы обязаны обслуживать колхозы от нашей совместной работы с колхозами зависит урожайность и продуктивность там скота вся эта работа нам нам дало неплохих результатов за первые полугодия прошлого года 93-го года мы заняли по соревнованиям по республиканскому соревнованию второе место а за второе полугодие мы заняли первое место это очень нам было трудно потому что сильных районов много борьба была тяжелая но надеемся в дальнейшем хотя бы второе место третье проблем трудовой дисциплины теперь на предприятии намного меньше чем в прошлые годы у нас сейчас уже менее заметно но если у нас проблема возникает то и то и то это уже не те водители трактористы например которые давно работают новенькие которые поступают мы их берем они нам заверяют что будут работать хорошо не нарушать трудовую дисциплину получается получается по-другому мы в основном у нас нарушители трудовой дисциплины которые поступили вновь инженер по охране труда и технике безопасности как медицинский работник большую работу по утверждению здорового образа жизни ведет на предприятии Амина Борисовна Иврагимовна Амина Борисовна в чем заключается ваша задача расскажите нам в двух словах у нас в организации по укреплению здоровья и изжитию вредных привычек проводится большая работа например я рабочий день начинаю с утреннего метасмотра кем бы он не работал грузчиком трактористом или машинистом все они проходят метасмотр с этим мы выявляем различные заболевания и выявляем находящихся в нетрезвом состоянии наряду с этим проводится профилактическая работа например проводятся беседы выпускаются санитарные билетни на различные злободневные темы проводится лечебная работа по назначению врачей рабочие получают всякие процедуры также я владею техникой массажа и нуждающиеся могут получить лечебный массаж допустим вы сегодня на утренней проверке обнаружили человека водителя вашего который накануне употребил спиртное что же вы предпринимаете такие у нас отстраняются от работы совместно с администрацией и они лишаются премии они конечно такие люди больше мы их пьяными не видим потому что они страдают из-за этого поэтому наверное я думаю два года как я начинала работать таких у нас в нетрезвом состоянии если у нас было много среди рабочих сейчас их уже очень редко я думаю если в таком темпе мы будем и в дальнейшем работать мне кажется у нас с каждым годом будет в этом направлении лучше Павел Хазеевич вот мы видим вы в своем коллективе добились заметных результатов и надеемся что вашим опытом воспользуются руководители и других промышленных предприятий города что вы им могли бы посоветовать безусловно это очень важная тема казалось бы она это мелочная но очень важный этот вопрос поэтому видимо каждый руководитель начиная свою работу об этом каждый день об этом думает поэтому видимо это у каждого руководителя должен быть во главе угла этот вопрос ну скажем вот нечего греха нечего скрывать агропромхимия была таким самым отсталым самым нехорошим предприятием много было конечно пьянства много было нарушений трудовой дисциплины невыполнение плана я не приписываю себе эти все заслуги это работа коллектива поэтому вот я думаю что основное мы то что мы поправили положение это основное то что мы работали в плане ликвидации вот это пьянство появление на работе в нетрезвом состоянии принимали меры против вот этих любителей выпивки но это не значит что у нас все это на 100% устранено у нас свои проблемы есть еще такие проявления появляются мы над этим работаем в дальнейшем обязательно будем усиливать эту работу мы в дальнейшем будем работать в более расширенном плане в плане сохранности здоровья людей это употребление спиртных напитков это частные положения в нашем плане это в основном мы должны сохранить здоровье человека работающего в нашем коллективе для этого мы принимаем меры вот расширять будем медицинский пункт там будем пока еще мы массаж даем людям вот как сказали нуждающимся разные практические прививки делаем вот а в дальнейшем вот эту работу услуги мы расширять будем и каждый человек и сейчас у нас под контролем такие больные а в дальнейшем мы будем усиленно с ними работать беседу производственном предприятии агропромхимия вела Альбера Анфировна Хатмулина а теперь послушайте объявление кабинет министров республики Башкортостан издал распоряжение от 12 января 1994 года послушайте его содержание в целях осуществления бесперебойных расчетов с населением и создавшимися трудностями с недостаточностью разменной монеты предприятием торговли общественное питание и бытового обслуживания населения разрешить производить округление розничных цен на все товары продукцию и услуги в следующем порядке при стоимости товара от 10 до 100 рублей включительно цена округляется до 5 и до 10 рублей до 2,5 отбрасывается от 2,5 до 7,5 рублей округляется до 5 рублей свыше 7,5 до 10 рублей примеры округления 32 рубля округляется до 30 14 рублей округляется до 15 86 рублей округляется до 90 рублей при стоимости товара выше 100 рублей цена округляется до 10 рублей до 5 рубля отбрасывается свыше 5 округляется до 10 рублей например 105 рублей округляется до 110 1254 рубля округляется до 1250 4997 рубля округляется до 5000 рублей Новости культуры 26 января в Доме техники нефтяников состоится концерт популярных композиторов и исполнителей Резвана и Нафисы Хакимовых В концерты также принимает участие лауреат конкурса Татар-Жаратухсан-Юш Салават Иксанов Начало концертов в 6.30 и 9 часов вечера Добро пожаловать Уважаемые телезрители, на этом наша передача окончена Всем вам желаем доброго рабочего дня Слава Богу!